доброго дня сегодня полезное видео на тему как можно сохранить страницу сайта веб-страницу в pdf формате на pk iphone и android сейчас я вам это покажу сначала покажу на компьютере это делается очень просто то есть вот здесь вот у нас используется chrome заходим настройки и у нас имеется функция печать заходим в данную функцию нажимаем кнопку и смотрите если у вас вот здесь есть какой-то принтер то он покажет у вас название принтера так как у нас принтера нет то тогда у нас как имеется уже сразу пункт сохранить как pdf либо же у вас будет стоять какой-то другой принтер ну то есть это у нас когда-то были они сейчас уже не подключены вот выбираете пункт сохранить как pdf и можете поменять нужные вам параметры да то есть у нас вообще вот это вот как youtube канал да но можно в принципе это сделать и на любом другом канале на любой странице веб-страницы даже ну давайте допустим зайду сейчас вот сюда есть страница также нажимаем идем печать и открываются у нас те же самые настройки также ставим сохранить как pdf сколько у нас страниц получается получается три страницы можно ее сделать поменьше и нажать вот здесь допустим в поля поставим нет на соответственно становится меньше и получается две страницы нажимаем сохранить и выбираем да куда нужно сохранить при этом можно поменять название файла давайте сохраним диск d у нас он разделен на два диска так и допустим создадим новую папку и сохраняем файл у нас сохраняется заходим и проверяем так новая папка и вот он файл то есть у нас установлен acrobat reader и мы через него смотрим у вас если не установлен то естественно устанавливаете программу которая вам нужна и потом уже открываете через нужную программу так теперь что касается android телефона мы установили chrome получается яндекс и стандартно у нас на самсунге samsung стоит получается давайте посмотрим через samsung браузер здесь все просто открываете страницу которая вам нужна для сохранения в pdf формате и вот здесь в углу нажимаете настройки здесь имеется пункт печать нажимаете по нему и открывается меню сохранения файла в pdf здесь вы можете выбрать те страниц которые вам нужны открываете открываете вот здесь настройки и ставите на затем нажимаете на сохранение файла выбираете нужную папку ну допустим да ну вот и нажимаете сохранить так сейчас зайдем посмотрим где у нас тут папка с файлами мои файлы вот так вот он этот pdf документ его уже открываете через что смотреть давайте через вот это попробуем откроет или нет так то это так 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 чем у нас у нас этот samsung можно сказать с коробки так он просит поставить так давайте попробуем через другую через диск да не открывается так теперь давайте попробуем через chrome в хроме в принципе все примерно как на компьютере и заходим в настройки так поделиться но там было сразу печать здесь поделиться и выбираем здесь вот пункт печать то есть и далее уже как samsung интернет-браузер также сохраняем и у нас показывает обновление устройства сохраняя тоже куда нужно в яндекс браузере все даже сделали попроще то есть там открываете нужную вам страницу и ну вот допустим страница у нас открыта да то есть я просто уже заранее вел страницы так и вот здесь в настройках нажимаете здесь уже сразу есть пункт сохранить как pdf то есть не надо заморачиваться с тем чтобы искать какой-то пункт печать то есть просто нажимаете сохранить pdf и он сразу вам покажет показывает те же самые настройки которые были сохранением pdf это что касается android устройства и теперь покажу на айфоне на айфоне там чуть-чуть по-другому здесь у нас получается хром и сафари ну давайте на хроме то есть вот допустим у нас имеется страница да и нажимаем на значок поделиться нажимаем у нас показываются вот такие вот пункты и у нас имеется пункт печать нажимаем по данному пункту у нас открываются страницы насколько у нас пять страниц здесь мы можем также выбрать те страницы которые нам нужны Ну, допустим, там вторая не нужна, третья не нужна, там четвертая, допустим, первая и пятая нужны, да? Ну, либо просто сохранить все. Тут же он, кстати, показывает те страницы, которые у нас выбраны. Вот, давайте попробуем без четвертой сохранить четыре страницы. И далее смотрите, что нужно сделать. Теперь на странице нажимаем и держим. Вот так. Она у нас открывается чуть побольше, а потом открывается еще одно меню. Давайте еще раз нажму, то есть нажимаете и держите. То есть он провибрировал два раза еще. И вот здесь в углу появляется пункт, вот такой вот. И здесь уже выбираем пункт сохранить файлы. Здесь также можно поменять название файла, то есть можете какое угодно написать. Да, там готово. И указываете место сохранения файла. Ну, я поставлю загрузки и нажимаем сохранить. Все, теперь. Так, сейчас зайдем, посмотрим. Заходим. Так, вот у нас загрузки. И вот он у нас, этот файл, который мы только что сохранили. Так, теперь что касается Safari. В Safari у нас, ну, тоже открыта страница, которую мы хотим сохранить. Здесь нажимаем вот на этот пункт поделиться. Здесь уже, так, здесь выбираем напечатать. И уже знакомое нам меню открывается. То есть также выбираете те страницы, которые вам нужны. Нажимаете, держите. И открывается страница с подменю, которое уже было до этого в хроме. И нажимаете сохранить файлы. То есть также указываете нужную папку, в которую вы сохранить хотите файл. Также можете поменять название, встав вот сюда. Так, и нажимаете сохранить. Файл сохраняется. И сейчас проверим. Так, файлы. Опять выходим. Так, вот у нас загрузки. Заходим. Вот он, истории Google. Нажимаем и открывается у нас файл. То есть если вы выбираете сохранять определенные страницы, то, естественно, они сохранятся, те страницы, которые вам нужны. Ну и, соответственно, можно поменять имя файла. Надеемся, видео вам помогло. Понравилось? Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Включайте колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о появлении новых видео. Всем пока-пока. До новых встреч. До свидания. Кстати, заходите на главную вкладку. Там есть плейлист полезной на разные темы. Там еще больше видео. Пока-пока. Продолжение следует...